Футбольный сезон завершен. На стадионе ИКАР прошло торжественное награждение победителей 75-го чемпионата города по футболу среди любительских команд. Медали и кубки спортсменам вручал заместитель директора департамента по делам молодежи и спорта Денис Калачев. Все команды города были поделены на две лиги, по шесть команд в каждой. В каждой лиге команда сыграли по два круга. Во втором дивизионе уверенно победила команда ИКАР-2. Следом финишировали Елизарьева и Консар. Лучшим бомбардиром второй лиги стал игрок ИКАРа Захар Мозин. В первой лиге борьба велась до последнего тура. В итоге чемпионом стала первая команда спортивной школы ИКАР. Серебро у команды старт, бронза у авангарда. При этом разница между первым и вторым местом составила всего одно очко. У нас есть и молодые ребята, есть и опытные ребята. Вот такой сплав получился в этом сезоне, что вышло так, как вышло, стали чемпионами. Ребята все молодцы, у нас и травмы были, и все, все на поле оставляли, все себя последнего оставляли, уходили все порванные, грязные. Это царапанные, переломанные, все. Но все, кто как мог, помог команде. Прошедший чемпионат точно войдет в историю. Ведь впервые и первую, и вторую лигу выиграли команды спортивной школы ИКАР. Это первое чемпионство ИКАРа. Команда существует 7 лет. Старт забил намного больше всех остальных – 35 мячей. Поэтому неудивительно, что лучший бомбардир чемпионата Дмитрий Васильев – футболист старта. Родители меня очень рады, что я стал. Болели, переживали за меня. Жена тоже очень рада, что я наконец-то стал. Не получалось в нескольких сезонах, а вот в этом наконец-то смог. Может, вспомнишь какой-то особый гол забитый, может, какой-то особенный красивый? Ну, наверное, с ИКАРом. Второй гол мой. В девятку получилось забить. С летом. Впрочем, командное лидерство по забитым мячам не всегда приносит чемпионские титулы. По итогам сезона команда «Буревестник» вылетела во вторую лигу, набрав всего три очка. Но именно нулевая ничья с улдсайдером и потеря очков во многом повлияло на то, что Старт не стал чемпионом. Тем не менее, команде удалось выиграть Кубок города. Дорожайший представитель команды Старт. У них очень хорошая разница мячей, а у вас она… Да, парадокс в этом, да. Я об этом тоже смотрел, об этом думал. Самое, что интересно, мы даже одну игру проиграли с разницей. В шесть голов нам забили. То есть у нас всего лишь 14 забитых, да, насколько я помню, 12 пропущенных. То есть мы всего плюс два у нас положительные. Ну, такой футбол, такой бывает. У нас очень много побед, скажем так, с минимальным счетом. Один-ноль, там два-один, да. Вот такие вот. Поэтому вот, ну, что есть, то есть, да. Ну, можно забивать сколько угодно, а результат все равно будет на табло. Поэтому можно и выиграть один-ноль постоянно, выиграть чемпионат города. Обе команды ставят на следующий сезон одну и ту же цель – золотой дубль. Это значит, что футболисты хотят выиграть оба турнира – и чемпионат, и кубок. Также в следующем году планируется возродить суперкубок. Это стартовый матч сезона между чемпионом и обладателем кубка. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, СРОВ24. СРОВ24.